Золото. Конечно, оно будет дорожать. Сколько такая вот прелесть стоит? 290, потом 300 долларов за считанные минуты. Такая монетка стоит 45 тысяч рублей. Ого, где сейчас добывают больше всего золота? В России запас на первом месте стоит. Всем привет! В таблице Менделеева 118 элементов. Из них 82 – это металл. Среди них всего лишь 8 благородных. И только один будоражит умы человечества уже много тысячелетия. Золото. Как и другие благородные металлы, оно не подвержено коррозии и редко встречается в природе. Но почему-то именно с ним ассоциируется богатство. Как только на горизонте маячит кризис, инвесторы начинают затариваться не палладием, не эродием, не чем-то еще, а золотом. Вот такая у меня для тебя актуалочка на сегодня. Короче, расскажу, сколько способов инвестирования в золото доступно в России и какую ценность, кроме очевидной, представляет этот металл для человечества. А поможет мне в этом руководитель департамента драгметаллов Совкумбанка Елена Магера. Погнали! А помнишь старые фильмы, в которых старатели спотыкаются о торчащей из земли самородок и находят кучу золота? Ну, конечно, помнишь. Все мы в детстве мечтали так споткнуться, но это невозможно. Все, что было можно легко найти, уже найдено. Да и в целом, это настолько редкий металл, что в одной тонне руды его содержится лишь 4 грамма. На сегодняшний день в мире добыто всего 200 тысяч тонн золота. Короче, если из него сделать куб, высота его стороны будет равна 22 метрам. А разведанных, но еще не извлеченных запасов в 4 раза меньше. Всего 54 тысячи тонн. Для промышленников это плохая новость. Но для инвесторов подобный расклад – настоящий подарок. Лена, привет. Привет. Спасибо большое, что пришла, что уделила нам время. И вот сходу тебе сразу первый вопрос. Каждый год в мире добывается, по-моему, 3,5 тысячи тонн золота. При этом разведанных запасов осталось на 15 лет добычи. Означает ли это, что золото будет только дорожать? Если мы будем сейчас смотреть на фактор, что его осталось не так много, конечно, оно будет дорожать. Не надо переживать на самом деле, потому что открываются новые месторождения, запускаются новые золотодобывающие проекты. Поэтому нам наш век и еще точно хватит. Безусловно, в мире возможно все. И теоретически какой-нибудь везунчик вполне может открыть новое гигантское месторождение, которое обеспечит добычу еще на много-много лет вперед. Но его ожидают две серьезные проблемы. Во-первых, нет четких геологических признаков, которые гарантируют присутствие золота в породе. Поэтому этот металл обнаруживается в среднем только на одном из тысячи исследуемых участков. Во-вторых, не каждое месторождение достойно строительства рудника. Лишь 10% перспективных участков содержат необходимое количество золота. Именно поэтому поиск новых месторождений, как правило, ведут крупные золотодобывающие компании, у которых достаточно для этого денег и времени. А небольшие игроки обычно исследуют соседние участки, в надежде обнаружить то, что ускользнуло от внимания первооткрывателей. Конечно, золотодобытчики не могут в убыток себе работать, поэтому золото всегда в цене должно быть выше, чем цена его добычи. В конце 90-х, я бы сказала, золото стоило 280 долларов за унцию. Это почти что 9 долларов за грамм. Аналитики на тот момент во всем мире рассказывали, что золото будет 180 долларов за унцию стоить, нужно продавать. Не видят перспектив его роста. И потом случилось в Америке 11 сентября. С этого дня золото стало расти по 100 долларов в день. 290, потом 300 долларов. Это буквально за считанные минуты. 310, 350, дошло до 400. После этого немного, конечно, рынок успокоился. Но ниже 300 на тот момент золото уже не падало. А вот как ты считаешь, влияет ли как-то технологический прогресс в сторону понижения? То есть, с одной стороны, есть инфляция, которая тянет себестоимость вверх, но с другой стороны, есть технологический прогресс, который тянет стоимость вниз. И, в принципе, себестоимость остается на одном уровне. Ну, я могу сказать следующее, что за счет того, что цена на золото выросла, некоторые проекты золотодобывающие стали запускаться и стали более рентабельными. Потому что раньше месторождения с меньшим содержанием золота, их просто не разрабатывали. Сейчас высокая цена на золото помогает в разработке этих месторождений. И, соответственно, многие золотодобытчики начинают добывать золото там, где раньше им казалось это нерентабельно. А где сейчас добывают больше всего золота? Если мы посмотрим полвека назад, большая часть золота добывали в ЮАР. Это 40% приходилось на всю мировую добычу. Сейчас на первом месте по добыче золота это Китай. На второе место перебралась Россия. И на третьем месте Австралия. А если мы смотрим по запасам, по мировым запасам, то считается, что в России запас на первом месте стоит. В какие вообще отрасли идет это золото? Кто его покупает? Какая структура спроса на этот чудесный металл? Это ювелирные украшения во всем мире. Потом инвесторы покупают золото в целях вложения. Центральные банки тоже делают резервы определенные в золоте. Ну и, конечно, есть техническое золото, так называемое, потому что этот металл используют в промышленности, в электронике, для изготовления телефонов до космических кораблей. А почему именно золото? Почему не медь, не серебро? Потому что этот металл, во-первых, не подвержен коррозии. Он достаточно мягкий. И если впоследствии будут утилизировать, я не знаю, какую-нибудь плату от того же телефона, золото можно достать, обратно пустить в промышленность. У нас на рынке существует даже такое понятие вторичное золото. Многие предприятия скупают вот эти технические платы, перерабатывают их, достают оттуда золото, отправляют обратно на афинажный завод. И на афинажном заводе опять из этого технического золота плавятся слиточки. Как объяснить то, что Китай и Индия – это крупнейшие потребители золота в мире? Это связано больше с инвестиционными вложениями. Потому что несколько лет назад в Китае отменили НДС на золото. И китайцы очень активно додолларизацию проводили всей экономики. И люди вместо доллара вкладывались в золотые слитки. Раньше китайцы дарили украшения золотые, теперь они дарят в своих семьях золотые слиточки. У индусов немножко по-другому. Там другой менталитет. Там есть такое понятие «сезон свадеб». Люди обязательно дарят украшения в золоте. Там на каждом человеке мужчина или женщина. Все в золотых цепочках. Во всем мире, когда сезон свадеб, все знают, сейчас Индия как страна будет покупать золото. Все иностранные банки, которые продают золото в Индии, прям ждут вот этого сезона свадеб. Как ты считаешь, почему золото является защитным активом? Золото можно пощупать. Например, если мы говорим про слиток, про золотую монету. А если выпущена бумага, были такие в свое время сертификаты. Английские банки приходили к нам сюда, в Россию. Вот говорите, давайте мы будем вашим физическим лицам продавать бумагу, сертификат. А слиток будет находиться у нас там, в Лондоне. И вот, например, сейчас ситуация. И что с этой бумагой делать? Ничего, в тыкву превратиться. Ничего, превратиться в тыкву. А золотой слиток до нуля в цене он никогда не упадет. Даже если у вас цена на золото упадет на 20%, ну я как пример, но все равно это будет стоить какие-то деньги. А бумага может вообще ничего не стоить. Понятно, хорошо. Вот теперь вопрос такой, я его даже зачитаю. Бывший председатель ФРС США Бен Бернанкин на вопрос, почему центробанки хранят и накапливают запасы золота, ответил очень просто. По традиции. Как на самом деле центробанки используют золото? Для чего они его хранят? С той же целью, что инвесторы. То есть банально нажиться и переждать кризис. Либо есть какие-то другие мотивы у центробанков держать золото? Все формируют корзины, в которых не только золото содержится. Вот, например, в 2021 году у нас фонд благосостояния страны принял решение, что будет держать в золоте 15-20%. Я думаю, что такая политика существует в других странах тоже. Нельзя держать резерв только в долларах и евро. Нужно держать его в различных активах. Золото во всем мире всегда считалось защитным активом. И если это будет хотя бы 15-20%, это уже хорошо. Когда, не знаю, какие-то бумажки обесценятся, 20% у вас в резерве всегда останется. Хоть что-то. То, что спрос на золото стабилен, это да. Но цена не всегда зависит от спроса на физический металл. Физический металл – это все, что можно потрогать. Это слитки, золотые монеты, украшения. Потому что есть еще такое понятие бумажное золото. Инвесторы начинают торговать именно бумажным золотом во время паники. А слитки им не нужны. Они потом просто фиксируют прибыль и на этом заработали. А есть такой рынок физического металла, который тоже немножко живет сам по себе. Иногда золото может стоить 2000 долларов за унцию. А когда ты при этом пытаешься пристроить слитки, на слиток сам может быть дисконт. Полпроцента. Один процент. А иногда наоборот. Золото на рынке стоит 1800, а на слиток дают большие премии. Вот к 1800 еще могут дать на слиток премию там один процент. В 2021 году Россия произвела 331 тонну золота на сумму 21 миллиард долларов. На экспорт при этом ушло 302 тонны золота на сумму 17 миллиардов долларов. Золотое время было. А в этом году по понятным причинам Великобритания, Евросоюз, США, Канада и Япония лавочку прикрыли. Запрещаем, говорят, любую связь с русским золотом и ювелирными изделиями. К сожалению, 93% нашего золота приходилось на эти недружественные страны. Хотя, откровенно говоря, на ЕС США, Канаду и Японию пофиг. Вообще пофиг. А вот Великобритания, она потребляла аж 89%. И это проблема. Как вообще сейчас происходит переориентация потоков Запада на Восток? Что сейчас в моменте мы наблюдаем? Скажем так, в прошлые времена в основном все поставляли золото Великобританию. Потому что Великобритания исторически являлась мировым центром покупки золота. Но что происходило потом? Английские банки покупали золотые слитки, в том числе и у российских недропользователей, либо у российских банков. И перепродавали их на Восток, в Азию, в различные страны. Просто там было удобно, потому что все клиенты, зная, что там мировой центр торговли, обращались в английские банки и покупали, сколько им надо золота. Сейчас ситуация поменялась. Когда в марте еще все думали и хватались за голову, а что же будет, а как мы будем экспортировать золото, и казалось, все потеряно, в июне уже все научились экспортировать золото на тот же Восток. Поэтому не так все страшно, как это казалось в марте месяце. Ты прямо умеешь это обнадежить? Да. Здесь как бы хорошо, потому что у нас там по другим коммодитис немножко падают объемы, наблюдаем. А что вот по золоту, как вот мы проходим этот год по сравнению с предыдущим в плане объемов реализации? На экспорт, на экспорт. По экспорту, конечно, объемы сократились, но у нас возник российский внутренний рынок, потому что наше государство своевременно отменило НДС на золотые слитки для физических лиц. Это произошло в марте этого года, и активно, наконец-то, физики стали покупать золото. То есть, условно, правильно я понимаю, что в целом уровень продаж не изменился, что, окей, упал экспорт, но внутреннее потребление физиков, оно компенсировало? В 21-м году физики покупали не больше 100 килограмм золота, потому что был НДС. Копейки же. Копейки. Сейчас это меряется тоннами. Я не знаю, не могу сказать, сколько количество тонн, но я уверена, что это, скорее всего, больше пяти, а может быть, больше шести. Ничего себе. Скажу несколько слов о золотом стандарте. Что это вообще такое? Ну вот, смотри. Золото во все времена считалось эталоном ценности и символом богатства. Но потом люди подумали, а нафига золото туда-сюда гонять, если можно использовать бумажки? Ну и договорились, что будут без проблем обменивать их на этот чудесный металл. До 1944 года золотой стандарт в мире был жестким. Выпускали бумажные доллары, которые по номиналу не отличались от металлических монет. И эти купюры можно было обменять в любом банке на то же количество золота. Даешь банку один доллар, а он тебе золотую монетку в 12 граммов. Но уже во время Первой мировой количество денег в экономике США увеличивалось на 15-20% в год. Росли цены и зарплаты. При этом добыча драгметаллов прибавляла лишь считанные проценты. И вот наступает момент, когда народ говорит, мы вам больше в долг не дадим, возвращайте золото, которым все обеспечено. А банки отвечают, извините, у нас на руках сейчас мало. Люди в панике забирают сбережения и банки лопаются. Только ближе к середине века до всех дошло, что с обеспеченностью золота есть проблема. А печатать деньги надо, потому что бумажная валюта становилась больше, чем добытого золота и серебра. И в 1944 году на съезде ООН была принята Бреттон-Вудская система, которая окончательно отменила золотой стандарт и привязала все мировые валюты к доллару фиксированным курсом. Система действовала вплоть до 1976 года. Затем ее отменили, и каждая валюта стала жить своей жизнью. Но к тому времени экономика США уже настолько убежала вперед, что в главенстве ее валюты уже никто не сомневался. Сейчас время от времени в высших эшелонах российской власти мелькают предложения вернуть привязку рубля к золоту. Ходят слухи, что и Китай задумывается о привязке юаня к металлу. Но будем реалистами. В наше время привязку к золоту не вернуть. При введении золотого стандарта государству будет в разы сложнее занимать деньги. А банки не смогут выдавать новых кредитов. Ну, сам посуди. Откуда им брать золотое обеспечение под вот это вот все? Короче, это страшный удар по экономическому росту. Ведь только благодаря возможности печатать деньги экономике стран проходят кризисы. Так было в 2008. Так было в ковидном 2020. Так будет и дальше. Как ты относишься к мысли о том, что российский рубль можно привязать к золоту? В 2021 году я бы тоже поддержала эту идею. Сейчас из-за нестабильности, из-за геополитики, наверное, не время делать такую привязку, потому что будет тяжело экономике. Я думаю, что привязку это могут делать те страны, у которых достаточно большие запасы и золото в резервах банков. Хотя, может быть, мир к этому придет, когда уже все поймут, что вот это вот печатание денег – это не спасение экономики. Инвестировать в золото розничный инвестор может либо через банк, либо через брокера и биржу. Для этого существует пять способов. Акции, ETF, ОМС, монеты, слитки. Про покупку акций золотодобытчиков я уже рассказывал и не раз. Раньше их выбор у российского инвестора был больше, но с этого года, по сути, доступны только бумаги отечественных компаний. Далее, паевые инвестиционные фонды, или коротко – пифы. Их доли можно купить как на бирже, так и у компаний, которые их выпустили. Котировки пифов жестко привязаны к активам в портфеле. В нашем случае актив – это золото. Поэтому паи полностью повторяют движение рыночной цены на металл. Но встречаются пифы, в состав которых входит не только физическое золото, но и акции золото добывающих компаний. Очевидно, что в этом случае котировки пифов далеко не всегда будут следовать за динамикой цен на золото. Так что прежде, чем инвестировать в подобные инструменты, нужно узнать начинку. Разумеется, у пифов есть и свои минусы. Первый. За владение паем нужно платить регулярную комиссию. Второй. Придется доверить свои деньги управляющему. Лен, скажи, пожалуйста, во-первых, инвестируешь ли ты в золото, каким образом ты предпочитаешь это делать, и какие еще активы помимо золота есть в твоем инвестиционном портфеле? Конечно, я свой инвестиционный портфель диверсифицирую. И в нем есть активы в золоте в различных фигурациях. Это есть и золотые слитки, и акции золотодобывающих предприятий, и немножко монет. То есть у тебя диверсификация не только по классам активов, но еще в рамках одного актива, по типам? Конечно. Замечательный пример диверсификации, вообще на всех уровнях. Да. А если говорить про личные финансы, то есть инвестируешь ты в акции, облигации, либо еще какие-то фьючерсы, сложные инструменты? Ну, мне больше понятно акции, мне это интересно. В облигациях меньше интересно, там на ставках процентных только выиграть или проиграть. То есть на акции их можно больше заработать, либо больше проиграть. Ну, для текущего года, наверное, актуально больше проиграть. Пока я игралась только с акциями. Понятно. Я думаю, что многих наших подписчиков интересует вопрос, вот как ты справляешься с тем, что сейчас наверняка твой портфель, акции, он в красной зоне. То есть доставляет ли это сильный эмоциональный дискомфорт тебе, либо ты понимаешь, что, в принципе, это долгосрочная игра, и, в принципе, ты с этим спокойно? Ну, как я и сказала, что я человек, который считает, что не надо поддаваться панике, поэтому будем ждать. Золото, оно всегда в долгосрочной перспективе вырастет. Золотодобывающие предприятия, которые торговали акциями, запасы у них золота хорошие, проекты у них действующие, рабочие, поэтому я верю, что это все отыграет. Это очень важный инсайт, что там все работает, все добывается и все будет. Поговорим о золотых монетах. Хоть они уже не выступают обеспечением денег, их чеканят до сих пор. Но зачем, спросишь ты? Для инвесторов, ответит тебе Роман Пантюхин. Вот, например, золотой Георгий Победоносец. Монета номиналом 50 рублей, которая выпускается с 2006 года. Сейчас это единственная монета инвестиционного назначения, выпуском которой занимается ЦБ. Да, расплатиться ей можно по номиналу в любой пятерочке. Центробанк эту монету официально ввел в оборот. Но чтобы так поступить, нужно быть полным безумцем. Ведь, по сути, это четверть унции чистого золота. Реальная цена Георгия Победоносца с момента выпуска в 2006 году выросла в 6 раз. С 4 до 24 тысяч рублей. Купить такого Георгия можно в банках. Это осязаемое золото, которое, к тому же, и выглядит очень красиво. Это сеятель червонец. Их выпускали в 75-м, по-моему, в 82-м году в Советском Союзе. Хорошо сохранилось. И продавать их стали в 2000 году. Тогда эта монетка стоила около 2000 рублей. Сейчас такая монетка стоит примерно 45 тысяч рублей. Мы тогда, честно скажу, не очень верили. Сейчас, конечно, я жалею, что я не доверилась своим чувствам. И всю зарплату... Советские червонцы. Да, не бухивала в эту монету. Но уникальность этой монеты в том, что они еще и приобрели такую небольшую нумизматическую ценность. Потому что их больше не печатают. Хотя эта монета приравнивалась к инвестиционной монете. И на нее не существовал НДС. Сейчас в замену этих монет Центральный банк выпускает Георгий Победоносец. Население их тоже покупает хорошо. Но я не скажу, что они имеют какую-то нумизматическую ценность. Они больше как с целью вложения. Там цена монеты привязана к цене на золото. Там нет НДС на эти монетки. В 2021 году и более ранние годы, когда был НДС на золотые слитки, Георгий Победоносец очень хорошо скупали. Иногда некоторые физические лица приходили. Хочу на миллион купить, на 2 миллиона купить в сберегательных целях. Возможно, и Георгий Победоносец, когда его перестанут выпускать, со временем приобретет нумизматическую ценность. Но пока такой и нет. А памятные монеты торгуются по цене золота? Они привязаны, конечно, к цене металла. Но еще туда закладывается рост цены за счет того, что там небольшой номинал. Бывает такой маленький тираж. Монетка стоит на сайте Центрального банка, к примеру, 5 тысяч рублей. На рынок она выходит, и уже у нумизматов она может стоить уже 20 тысяч рублей. Потому что их мало. Тысячи, допустим, такие тоже тиражи были. И на всю Россию. Это очень мало. Ну да. А вот безопасно вообще у нумизмата покупать или там меня могут обмануть? На самом деле здесь нужно быть очень осторожным. Очень много мошенничеств и связано со стройками. Я в прошлом году, где работаю, у нас там стройка. Иду мимо этой стройки, подходит ко мне строитель. Я говорю, девушка, девушка, смотри, вот копали здесь, вот под зданием и нашли клад. Купи у меня монеты. Всего лишь монетка 500 рублей. Ну вот есть такие мошеннические сейчас. Это тоже бизнес. А если все-таки я хочу там не мошенническую купить, а вот нормальную монетку, вот я могу прийти в Совкомбанк и сказать, хочу монетку купить? Монетами в Совкомбанке мы не торгуем. Но вы можете монеты памятные купить тоже в других банках и в том же нумизмате, пожалуйста. Хорошо. Все-таки вот, допустим, я решился, пошел купил эту монету. Какие минусы есть у моего решения о покупке монет? Ну, как мы сказали уже, что цена монетки привязана к золоту. И если мы покупаем монету, мы понимаем, что это в долгосрочку. Это обязательно, потому что вы сегодня можете купить монету, Георгий Поведоносец, например, там за 24 тысячи рублей. И завтра решили, у меня нужны деньги, пойду-ка я ее продам. Конечно, у вас обратно ее выкупят уже с дисконтом, например, за 19 тысяч рублей, либо за 20 тысяч. И вы потеряете 2000 рублей, что будет обидно. Это один из минусов. Еще есть такой момент. Некоторые продают монеты иностранного производства. Я что-то не очень уверена, что их обратно выкупают. Когда вы покупаете монету, если вы это делаете не для подарка, а в инвестиционных целях, вы уточняете у банка, такие монеты выкупаете вы обратно или нет. Это очень важный вопрос в целях успокоения. Ну и, конечно, монеты продаются в капсулах, памятные. И желательно их не открывать, потому что у них глянцевая сторона. И если вы поставите свой отпечаток, просто вот моя прелесть, да, вот так вот ее полапаете, то обратно, к сожалению, у вас уже либо с очень большим дисконтом ее выкупят, либо вообще не выкупят. Мне придет ли она эксклюзивность, если я поставлю свой фирменный печаток? Ну, эксклюзивность, возможно, для твоей семьи, либо родственников, да, либо для твоего поколения. Она, скорее всего, приобретет эксклюзивность. И, наконец, поговорим о слитках. Еще никогда их покупка не была такой выгодной, как сейчас. Ну, смотри сам. В начале этого года при покупке золотых слитков надо было заплатить НДС в размере 20%. Причем при последующей продаже эта сумма тебе не возвращалась. Да еще и НДФЛ надо было оплатить. Короче, чтобы выйти хотя бы в ноль, нужно было, чтобы купленный слиток подорожал на треть. Но сейчас все изменилось. На самом деле в совкомбанке можно приобрести слитки различного номинала. В основном у нас от 5 грамм до 12 килограмм. Могу назвать номиналы 5, 10, 100 грамм, 250 грамм, 500 килограмм. И дальше уже большие идут слитки 12. Спрос на разные слитки. И хорошо покупают 5-граммовики. Вот я принесла на самом деле 5-граммовый слиток. Он будет продаваться в пакетике. Это мы делали для себя. В банке сами вклеивали в такую открыточку. Себе как бы на память покупали. Обязательно каждому слитку банк должен выдать сертификат. Сертификат Афинажного завода. Ни в коем случае этот сертификат нельзя терять. Потому что обратно, без сертификата, это золото вы не продадите. Только в ломбард. А так, слиточек продают в таком маленьком пакетике. Его положат на весы. При вас его взвесят. Все оформят. Это получите. И вот будете обладателем. Вот это 5-граммовый. Вот 1-граммовый. Смотри, вообще маленький. Как ноготочек. Тоненький, маленький. И вот сколько такая прелесть стоит? 5-граммовик. Сейчас он стоит около 16 тысяч рублей. 16 тысяч. Соответственно, 1-граммовик, 3 с небольшим. Понятно, хороший подарочек. Красивый. Хороший подарочек. Тем более, сейчас нет на них НДС. То есть, раньше надо было платить 20% сверху. С этого года, я так понимаю, теперь это не нужно платить. Как ты считаешь, это вообще временная мера? Или, типа, постоянно мы будем в этой реальности жить с нулевым НДС на золото? НДС на золото был отменен указом президента. Сроков не было поставлено. Есть еще второй налог, это НДФЛ. Который отменили на 22-й, на 23-й год. Соответственно, что будет дальше с НДФЛом, непонятно этот вопрос. Нужно понимать, что драгоценные металлы, в том числе и золото, это имущество. И раньше, если бы приобрели слиток, вы должны были бы его держать минимум 3 года, чтобы потом продать без налога. Сейчас, если вас цена устроит и цена вырастет, вы пошли и продали на следующий год, НДФЛ у вас не возникнет. Что удобно. А относительно НДС, я все-таки надеюсь, что его обратно не введут. Потому что я давно на этом рынке, с 2000 года, писали всегда в правительство письма с просьбой отменить НДС на золотые слитки, чтобы население могло подкладываться в этот инструмент. Как это вообще, золото хранить? Есть ли какой-то риск, что с ним что-то в бытовом плане случится, и меня потом его не примут? Золото, оно, конечно, мягкое. Но если ты его будешь хранить в банковской ячейке, либо в сейфе, ничего с ним не произойдет. Вот рекомендуем не забивать гвозди, не проверять его, настоящее оно или нет. Но я думаю, что даже если на зуб ты его проверишь, аккуратно ничего не будет. Но вот если ты будешь пытаться пробить в нем дырку, так как оно мягкое, это гвоздем, наверное, повредить можно. Скажем так, храните в банке и в стеклянной банке. Понятно, оба варианта подходят. А вот какие минусы инвестирования все-таки в слитки есть? Спреды какие-то? Ну, как я вот сказала, мы смотрим с тобой на долгосрочку. Вот сейчас золото очень хорошая цена, я бы сказала, на мировом рынке. И цена рубль-доллар, из-за этих параметров у нас формируются рублей за грамм. Сейчас золото можно купить по цене 3 тысячи, 3 100, 3 200 в зависимости от размера слитка. В прошлом году оно было выше, потому что рубль-доллар был 75. Оно там стоило на уровне 4 тысяч. Но вот мы видим здесь четкую привязку к иностранной валюте. И как мы раньше с тобой рассуждали, как вложение, если вы хотите рубли переложить в какой-то актив, это неплохо. Поэтому минус, наверное, единственный. Вы сегодня купили, а завтра решили, ой, мне нужны деньги. В итоге банк между покупкой и продажей вам будет тоже процент маржу ставить, она примерно около 5% будет составлять. Но 5% оно вам в долгосрочке всегда перекроется. О каких горизонтах идет речь? 5 лет, 10? Все зависит, как дальше будет мировая ситуация формироваться, как будут запускаться новые месторождения. Вот эти все вещи, они будут влиять на рост цены. Поэтому тот, кто вкладывается в долгосрок, ну, точно не прогадает, потому что инфляция. Есть еще такой чудесный инструмент инвестирования. Называется ОМС. И это не обязательно медицинское страхование. Там есть какая-то другая аббревиатура. Вот можешь, пожалуйста, рассказать, что это такое и как в него проинвестировать? Ну, ОМС это на слуху у населения, потому что раньше это называлось обезличенный металлический счет. Был такое понятие в простонародье ОМС. Сейчас это по правилам называется банковский счет в драгоценном металле. Это правильно. Такой счет открывается физическому лицу. И люди могут торговать золотом, не забирая слитки из банка. Чем этот продукт удобнее, чем золотые слитки? Это для инвесторов, которые не хотят, например, вот купил ты слиток, и завтра цена выросла. Тебе не очень удобно, ты в другом городе, я не знаю, там, в Турции на море. Золото выросло, тебе хочется зафиксировать прибыль, а со слитком ты это сделать не можешь, нужно же бежать в банк. А здесь ты сидишь в приложении, вот как иногда, знаешь, в кино показывают, попиваешь коктейль. Опа, цена на золото выросла. Взял одним движением руки, продать, и продал прибыль, зафиксировал. И чем еще уникален этот продукт? У нас, например, в некоторых отделениях банка возможность купить металл и снять его потом с металлического счета. Прямо золотом забрать? Золотом, да. То есть, если я купил, могу ли я все-таки пойти в какое-то отделение списка и забрать? В перспективе мы, как банк, планируем все счета привязать, и будет возможно в определенных отделениях со всех счетов снимать с литочками. Но сейчас, если ты купил, продал, купил, продал, ты просто фиксируешь свою рублевую прибыль. Понял. А вот это какое-то специальное приложение, типа торгуем золотом вместе, или это встроено в какое-то банковское приложение? У нас есть приложение у МП Халва, где ты можешь купить валюту, и там есть привязка, ты можешь купить золото и серебро. Прикольно. А самое главное, так как мы сказали, что грамм золота, это примерно 3100 рублей стоит, ты можешь один грамм туда-сюда гонять, развлекаться. Никто вам не скажет, а что вы тут один грамм гоняете в течение дня по несколько раз? Ну это минимально, да? 3000 от минимума? Да, конечно, минимально. Понятно. От одного грамма это минимальный лот. А максимально не ограничено? Не ограничено. Только моими деньгами, правильно? Конечно. Ну, значит, не ограничено. Да. Ну, то есть, если я, допустим, открыл счет в отделении, где мне обязуется выдать, то есть у меня есть опция выдать, то без проблем я могу в любой день приехать туда и сказать, а ну-ка, давайте мне мое золото. Да, смотри, ты можешь, конечно, в день прийти и сказать, отдавайте мне мое золото, но мы, как правило, включаем условия, что мы можем выдать и обязаны выдать в течение 45 дней. Я объясню, почему. У тебя, например, 5 грамм всего лишь, а сейчас вот в этом отделении банка нету 5-граммовых слитков, есть только 100-граммовые, 250-граммовые. И мы тебе говорим, хорошо, оставляй заявление, мы для тебя закажем сейчас 5-граммовые слитки, через месяц они к нам поступят в кассу, возможно, поступят раньше, и мы тебе тогда выдадим. Понял. А есть какая-то комиссия за выдачу? Должны я платить что-то, чтобы условно-то обналичить золото с ОМС? Да, комиссия есть, и на самом деле, чем меньше слиток, тем больше комиссия. Она составляет от 1% до 6%. Самый маленький слиток, это стоит 6%. Но если ты будешь покупать золотой слиток просто через кассу, не через ОМС, у тебя эти 6% уже будут в стоимость включены от текущей цены золота. Понял. Итак, подведем итоги. Значит, инвестор у нас может инвестировать золото там 5-ю способами. Акции, пифы, слитки, монеты и ОМС. На твой экспертный взгляд, что ты порекомендуешь нашим подписчикам? Какой способ предпочтительный? На самом деле, каждый человек должен выбрать для себя свой способ. Если человек хорошо дружит с интернет-торговлей, предлагаю ему воспользоваться продуктом ОМС, когда ему не нужно каждый раз бегать в банк со слитком, продавать, фиксировать прибыль. Если человек хочет купить золото на долгосрочку и хочет его осязать и не очень готов в интернет-торговле вот эти вот манипуляции осуществлять, то лучше купить слиточек, положить его дома в сейв и ждать, когда наступят те времена, когда ему золото понадобится, чтобы его продать и зафиксировать какую-то прибыль. Если вам интересно в акциях, там на самом деле, как мы рассказывали, в акциях может быть и большая прибыль, чем в золоте, так и больший убыток, вы торгуете акциями. Если вы хотите сделать хороший подарок, наверное, можно купить тоже золотую монетку. Возможно, она тоже через сколько-то лет приобретет нумизматическую ценность, так как мы рассказывали сейчас про червонцы. Я как человек, я использую все продукты, я использую акции, монеты, слитки и интернет-торговлю. По другим продуктам, ну, наверное, это не мое, поэтому я рекомендации дать не могу, но это тоже интересно. Понятно, спасибо. В общем, будьте как Елена, пробуйте все способы, напишите о способе, который вам понравился в комментариях. Вот самому активному комментатору и покупателю, и использователю этих способов мы обязательно подарим подарок. Может быть, это будет золото, но немножко золота. Хорошо, тогда сейчас, я думаю, мы перейдем к самому сладенькому. Это блок глупых вопросов. Первый вопрос. Можно ли переплавить золото и сделать из него кольцо? Можно. Отлично. Безопасно ли покупать золото в ломбарде? Безопасно. Все они проверяют? Ну, слиток вы не можете купить в ломбарде, это запрещено. Но можете прийти купить украшения, которые сдали раньше в ломбард. А вот взять эти украшения и переплавить их в слиток я могу? Как физическое лицо не может. Нет. А вот ломбард дальше могут вот эти ювелирные украшения отдать на афинажные заводы специализированные и ювелирные украшения переплавить в золотой слиток. Понятно. А вы как физическое лицо не можете. Понятно. То есть сначала мне надо сделать свой ломбард, собрать с населения золото и только потом переплавить. Понятно. Отлично. Можно ли вывезти золото с собой за границу? Ну, в законодательном плане запретов нет. Здесь будет действовать только не больше 10 тысяч долларов, либо если больше, должны задекларировать. Сколько стоит золотой зуб как товар? В зависимости от тяжести этого зуба. Коронка ли это легкая? Да, или настоящий зуб. Или настоящий зуб. Но на самом деле ломбарды покупают по весу золото. То есть зубы реально можно в ломбард дать? Ну, я опять же говорю, понимаешь, в зависимости от того, как вдруг этот зуб такой вот не полый, а вот прям настоящий-настоящий золотой, тогда может он там 3 грамм будет весить тебе. Ну, да. Ощутимо тогда. Что делать, если нашел золотой клад? Вот реально золотой. Как всегда, 25% забирает государство, и там все по законодательству. То есть надо заявить, что я нашел клад, 25% отдать мне дадут, бумажку, что я молодец, заплатил 25%, и дальше уже там я реализую это золото. Нет, на самом деле здесь нужно про золотой клад посмотреть, насколько законодательство у нас поменялось. Но то, что ты должен об этом заявить государству, это обязательно. А что будет все-таки, если не заявишь о золотом кладе? Ну, мы смотрели, как это кино называется в советские времена, как они клад по Питеру бегали, искали. Не «Приключения итальянцев в России», а «Приключения итальянцев в России». Вот, пожалуйста, там истории. Люди искали клад, за ними бегала полиция и со всеми вытекающими последствиями. Понятно, лучше заявлять. Лен, спасибо большое, что пришла, что уделила свое время, что просветила нас. С нами в студии была Елена Магера, руководитель департамента по работе с драгметаллами Совкомбанка. И я, ваш бессменный ведущий Роман Пантюхин. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии, не теряйте бодрости духа и читайте наши комиксы. Пока!